В Красноярском краевом суде продолжилось рассмотрение дела Константина Найбауэра, Кости Каннского, который обвиняется по недавно введенной статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Как сообщает Пресс-служба краевого суда, на заседании были рассмотрены лишь процессуальные вопросы. Так были исключены из дела материалы, которые не соответствуют стандартам доказательств. Например, аудиозапись, которую оперативник вел тайком, без предупреждения говорящего. Также были исключены доказательства, взятые из интернета. Рассмотрение дела отложено на 16 декабря из-за болезни одного из присяжных заседателей. Напомним, дело Кости Каннского откладывается уже не в первый раз. Сначала из-за неявки кандидатов в присяжные, затем из-за их болезни. Стартовало рассмотрение дела Найбауэра 25 ноября. Тогда на заседании выступили вступительным словом прокурор края Роман Тютюник и адвокат Найбауэра Олег Пантелло. Добавим, Константина Найбауэра задержали осенью прошлого года. Он обвиняется в том, что имеет статус вора в законе, который обязывает всех, кто стоит ниже в криминальной иерархии, подчиняться всем его распоряжениям. По новой статье вору в законе грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, со штрафом до 5 миллионов рублей. Костя Канский родом из деревни Денисовка, Абанского района. Первое его преступление – угон автомобиля в 16 лет. Позже – распространение наркотиков. В начале нулевых в Москве был коронован воры в законе. На его жизнь несколько раз покушались. Последний раз в 2011 в Красноярске.